Макарошки уже сварились, соевым мясом, сейчас в тарелочку сполосну, так что вот, помидорка у меня уже мытая. Макарошу помидорку, тарелочку сейчас сполосну, видео загружается. Тарелочку сейчас сполоскиваю, тарелочку, уже мытая сполосну, так что вот ножики, ножики немножко нужно помыть, помыть специальным средством для мытья посуды, а то есть пополам гадички семи шамбов, а то есть мандайзинчик, семи шамбов. Субтитры сделал DimaTorzok 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 этими бутербродами с черной и с красной икротой. Это немножко шутит, это немножко юмора. Немножко юморочка. Чаек, король в российской империи, да, куда. А это вообще чистая, чистая водичка, сейчас вам покажу. Чистая водичка, потому что жара-жара. С чистой водичкой. С чистой водички я сполосну. Сейчас мы будем зацепили, встали чуть-чуть. Самое главное, мои вот эти клипсы, клипсы, а здесь эти бриллианты. В общем, да, знаете, супер бриллианты, украсить себя, как же украсить? Украсить себя этими супер бриллиантами. Что-нибудь еще такое, просто такое, что-нибудь супер такое. Я вот сказала, вот эти вот, немножко остывает. Ну, ничего, они холодненькие тоже. Это такой будет такой салат-салат. Такой салатик, я этими штучками себя еще украшу. Что нужно будет при полном порядке. Ну, конечно, еще подушим, подушим я еще и не могу. Вот этот бокал, конечно, вот этот вот подушим. Сейчас сделать этот полный биток. Полный биток самоложения организма. 48 минус 30, 18. Ну, куда, куда. Куда мы будем, запоставим потом это сюда. Здесь у меня очень много-много этих штучек. Здесь нужно еще порядочек. Здесь нужно такой порядочек навести. Ах, эти мои алмазы. Ах, это красота. Ах, эти алмазы. В общем, приготовила себе ланч. Поздний ланч, как в Парижах. Ну, как советует Наталья Правдила написать на листочках. Она прям на стене написала. Радость, любовь, веселье, счастье. Получается. Мое благосостояние растет круглосуточно. Там у мужчины один такой написал. Там где-то уже там за границей. Вообще так благодарен. Наталья Борисовна. Ну, я тоже теряться не стала. Думаю, а что я буду? Тоже напишу прям на стене, а что не написать. В этом и отличается, знаете, собственник. Хочет, пишет на стене. Так что вот, позитив. Здесь надо что-нибудь такое красивенькое. Как-то здесь оформить красиво. Иначе будет на переднем плане. Что-то чашка у меня будет на переднем плане. Такими чайни-бедокими здесь красивыми. Красиво почему-то такое сделать. С этими чашками. Что-то вот это вот здесь. Ну что, чего мы тут это будем? Поэтому по Ютубу. Может, музычку или одну за всех? Или Ангелину Могилевскую? Ангелевскую. Она пока открывается. Я уже это показала. Пока открывается. Я сюда поставлю уже. Пейзажи, пейзажи. Пейзажи, пейзажи. Может быть, кто дома так, знаете, отдыхает, принимает, знаете, вот, омолаживающие ванны. Объявление у нас на параде. Я же мусор-то выносила. Объявление у нас на параде висит, что гидравлические испытания будут. Сегодня у нас седьмое число, а там написано девятого. Девятого, десятого с десяти утра до восьми вечера будет отключена горячая вода. Просто имейте в виду, если вы планируете какие-то спам-процедуры у себя в ванной комнате, вам просто могут отключить воду. Предупредите, потому что если кто-нибудь планирует, например, подкрасить себе волосы в один из часов утра. Так что вот он позитив, вот оно позитивное мышление. Так что вот. Ну, вдруг кто-нибудь планирует, я не знаю, там, с утра, полдесятого подкрасить себе волосы. И как-то пройдет мимо этого объявления, не заметит. Вот, подкрасит волосы, подержит минут двадцать, сколько там надо, полчаса, а потом докрасил в ванну, смыть краску, а воды и нет. Так что вот, это не просто, знаете, как-то вот так вот, какое-то объявление. А вот так вот, человек накрасил волосы полдесятого, докрасит десять, а воду отключили. А как ему смывать холодной водой? Не, ну, конечно, он сразу будет холодной водой смывать, а как он его смоется, или побежит в салон. Просто имейте в виду, вам нужно будет волосы подкрасить тогда уже и смыть до десяти утра, ну, и принять, так скажем, душ, душ, чтобы быть чистым, как говорится, такое, знаете, потому что погода-то жаркая, сейчас мы, наверное, душ где-то два раза в день принимаем, так что вот, чтобы, знаете, такая жара в Петербурге. Или вечером уже после восьми. Пришли уже с работы, после восьми уже подкрасили волосы, смыли, так что вот. А кто-то, может быть, не обратит внимания, что и днем воды нет, накрасит. Так что это очень, ну, такой важный момент знать. Другое дело, может, они отключать не будут, может, они так это объявление, но по крайней мере там объявление такое висит. И я уже планировала подкрасить волосы, корни, а вот, наверное, корни навестим к красоту, корни подкрасить волосы. Ну, не обязательно, может быть, там эти числа, вот. Ну, как-то я планировала ближайшие виды, хорошо, что я бы так вот посмотрела на объявлениях. Продолжение следует... А так мы, конечно, с большим нетерпением ждем каких-нибудь видео с Суздаля, где проходит сейчас эксклюзивный семинар Назалия Борисовны Правдиной, дипломированного мастеру Панешуй по детоксу организма. С большим любопытством, если они, как говорится, разместят у себя на канале, вот там, Назалия Борисовны Правдиной. Я с большим интересом посмотрю, ознакомлюсь. Потому что я интересуюсь творческом Наталье Борисовне Правдиной с 2002 года. И такого семинара, что детокс, и вообще как-то я... И такого даже я не видела, может, я как-то пропустила. А чтобы в Суздале такая тематика есть, да, чтобы была... Как там они говорят? Вегетариан, сколько они делали для рекламы, вегетарианское дела, эти бани. Вот там, наверное, после пяти дней, заплатил 60 тысяч после пяти дней, приезжаешь такой вообще вдохновленный, омолодившийся, весь в этом детоксе, весь такой молодой, красивый, здоровый. Ну, это, конечно, на моем предыдущем видео я вам показала часть семинара. Наталья Борисовна Правдиной на ее видео, ну, это видео, так скажем, семинар. Видео-запись. Что, в общем, специально она готовит, как бы, такие вот программы, чтобы вдохновлять. А что? Там у нее и была эта программа. Как же она там называлась? Это позитив. Это позитивом. Чтобы вдохновить, поддержать, вдохновить. И даже рассказала статистику. Что происходит с человеком, когда он слушает что-то негативное? И что он слушает позитивное? Ну, как раз-то смысл, что позитивная речь и позитивное намного лучше слушать. И для организма. Поэтому я делаю такие выводы, что, например, ну, как бы я, нормально, очень много я сделала заказов с вами. Пицца Рич, Петергофе, Боэленко. Вот. Очень много было доставщиков. И один мужчина, такого небольшого роста, он, когда приехал, стал говорить мне комплименты. Что, такая красивая, например, знаете, это была такая на каблуках, такая высокая, вот такого небольшого роста. Он мне стал говорить комплименты. Я почувствовала, я же на видео это заснимала, это мой light journal. Вот. И я почувствовала, что прям он пару комплиментов сделал. Я, знаете, захотелось улыбаться. Я так, знаете, вот. Ну, я на видео. То есть он мне сделал комплименты. Вот. И я обратила внимание, что обычно как-то так. Вот. А тут я стала улыбаться. Я, потом, у меня видеозапись. Вы можете это посмотреть на двух моих каналов YouTube. Татьяна Фалманна, Мактон Саальфудин, на русском, на английском языке. Вот. Там где-то 6380 или 6000, влеча, около 400, знаете, вот это вот, 6300 с лишним видео. На каждом видео я. Вот. Это о чем говорит? Это вот, просто вспоминая такой вот этого мужчину, как он сделал комплименты, в принципе, не имеет значения. Может быть, он просто решил как-то так это сказать. Ну, может, настроение у него было хорошее, но эффект был, понимаете, какой. У меня, у меня стало улыбаться. Мне это понравилось. Вот. Поэтому, в принципе, эффект какой. Вот. Приводите там какие-то заказы. Лучше делать какой-то комплимент, улыбаться. Так что, вот, как говорят. Если, в принципе, не можешь что-то особо подарить, знаете, что-то нужно вот дарить. Если не можно, то да, ну, как-то вот это дарить. Что можно? А можно улыбку, можно комплименты подарить. Вы понимаете, да? Хорошее настроение. Это не обязательно должно быть что-то материальное. Можно сделать комплименты, правда. Ну, да, может быть, просто какой-то, знаете, как-то очередной. Может, он всем говорит, у него это дежурные фразы. Ну, вот, ну, лучше сказать эти дежурные фразы какие-то, вот эти. И человеку будет приятное настроение как-то вот улучшиться. Потому что, как говорят вообще исследования и ученые, что улыбаться, улыбаться нужно, ну, в общем, для, даже для поддержания здоровья. Для таких вот положительных процессов в организме, чтобы, знаете, вот эта радость, счастье. В общем, человек должен улыбаться. Даже там, знаете, как-то посчитано, сколько раз в день и так далее. Ну, в смысле, как говорится, просто ходить и непонятно вот это вот. Ну, или что же, знаете, там, ну, или какие-то анекдоты читать. Или как комедию. Какие-то комедии смотреть, анекдоты читать. Или что-то юмор какой-то слушать. Я не знаю, там, этих юмористов. Я бы не знаю, чего эти, просто где-то ходить, улыбаться. Имеется в виду что-то вот такое. Кому-то что-то рассказать, анекдот посмеяться. Что-то какую-то веселую историю рассказать, посмеяться. Вот, будь веселым. У Луи Цехей же как излечилась? Помнишь, она. Она в том числе смотрела очень много комедий. Я не знаю, читала про какого-то мужчину. Он от тяжелого заболевания излечился. Он посмотрел очень много-много комедий. Вот. Я не читала, это какой-то позитивный книжки. Ну, вот просто представим. Представим, как тоже Наталья Правдина говорила, что, ну, знаете, там на каблуках, она, в принципе, я так понимаю, выступление на каблуках. Это не Ирина Кокомада, знаете, Кокомада, кроссовки. Вот это. Вот, да, в общем, Наталья Правдина говорила, что, в принципе, она вот на каблуках, наверное, она и лекция, там, если много часов, она на каблуках, читает лекция. Ну, я могу предположить, представляете, если вот так вот там, какие-то туфли, может быть, новые, там, как-то ногу там намяла, нажала, в общем, этими новыми туфлями, а на следующий день опять нужно на сцену. Ну, что, если она вот выйдет и будет говорить, что вчера она новые туфли надела, в общем, стерла себе ноги, в общем, там, что там, заклеила их вот этими пластырями, сейчас она на сцене стоит, ну, поняли, да, ну, и что вот она, если народу это скажет? Вот какой смысл народу это знать? Чтобы они ее пожалели, что ли? Им что, это интересно, что она там ногу натерла? Они пришли на позитив, они пришли зарядиться энергией, позитива. Узнать, как быть с этими изобильными, процветающими, жить в счастье, в гармонии. Просто представь такую ситуацию. Как ситуация? Просто другую обувь, более удобную одеть. Может быть, не как на каблуке, может быть, какой-то такой более, какой-то спортивный наряд одеть. Более спортивную, удобную обувь. И все, как говорится, вот это. Да еще и сказать, вот, да, я такая по спортивному сегодня, да, у нас с вами сегодня там и зарядка, и вот это вот там, как там, денежная йога. И цигур. Она ведь у своих семинаров в Турции отдельная, как понимаешь, смотрела программу, у нее за отдельную плату. То есть, ты хочешь заниматься с ней о йогой, цигур, это с утра, с утра за отдельную плату. По-моему, там 18 долларов стоит с ней позаниматься, йогой, цигур. Вот. И он заодно бы прорекламирует, когда, вот знаете, не то, что там, вот, я натерла, вот, сегодня я в спортивном стиле, в этих суперских кроссовках, которые я специально купила, как она еще в книжке писала, сейчас я вам расскажу. Все-таки красиво, она написала, что такая мотивация нужно иметь для занятия спортом, какой-нибудь дорогой, красивый, какой-нибудь такой вот костюм. Вот. Чтобы себя мотивировать, этими кроссовками, красивым костюмом. Я у нее это читала. Поэтому я понимаю, что у нее такое все красивое, и кроссовки красивые. Поэтому надела кроссовки, а у меня какие кроссовки, я вам покажу. Так сразу надела, как увидишь, сразу замотивируешься. И йогой, и цигурные, и вообще спортом. Вот эти, знаете, у меня такие, прямо вообще в этих блестках. Я вам покажу. Там, как увидишь, мои кроссовки сразу, сразу все, намотивируешься за все виды спорта. Вот. Мотивируют сразу. У меня кроссовки мотивируют сразу. Вот. А наоборот. Как вот, понимаете, как из такой, казалось бы, немножко, ну, неприятной ситуации, вылезти в позитив. Понимаете? Не думать, что, а, сегодня я на каблук не одену, и, может, моя фигура не будет, вот, казаться такой секси-секси. Вот, а как я буду на сцене, там, два часа, да, расстраиваться, да, можно вот так, а, как же, или я буду вот это вот, просто стоять, и как-то вот это, или буду обрезать этой ногой, понимаете, этот стертый. Вот, как-то расстраиваться, думать, а, там, говоря, вот, привыкло на каблуках, вот, как из этой ситуации выйти в позитив. Вот. Да еще рекламу сделать. Красивые кроссовки, сказать, какие друзья, кто еще не записался на цигун, на денежную йогу, на завтра, обратите внимание, если у меня такая спортивная, какие кроссовки. Так что вот, мы завтра с вами, да, зарядочка, цигун, йога, вот это, давайте записывайтесь, вот, понимаете, вот как. И еще дать рекламу, да, вот еще тут сколько-то дней мы будем, по утрам у нас вот это, еще тебе сделать, сделать себе еще там по 20 баксов с человека, еще там, человек 5 присоединяться, или 10, и еще на одни эксклюзивные кроссовки себе заработать, или еще на еще эксклюзивные одни туфли заработать. Вот. Как выйти в позитив? Ну, вообще, сказать, я накрасила у него такая спортивная, такая просто суперспортивная, просто готова покорять Эверест. Я сегодня так мотивирую, да, я сейчас вас так замотивирую, понимаете, сказать, что вот, я сегодня в спортивных кроссовках, а какие они красивые, я сегодня так энергична, так в этих кроссовках энергична, что готова покорить Эверест. Так что вот, но вместо этого, сейчас вам расскажу лекцию 2 часа, которая уже оплачена, вот оно, понимаете, как это, негатив, негатив, такое, ну, в общем, это превратить в позитив, как выйти в позитив, и саму себя мотивировать, по типу там, вот это, вот, и такие носочки еще одетики специальные, вы поняли, да, с такими этими бархатными штучками, чтобы, знаете, есть такие специальные для этих, для бега, кроссовки у меня, не кроссовки, в Америке продаются носочки, а с такими, знаете, внутри, с такой штучкой, знаете, такие мягкие, очень внутри, с таким, с большой, такой вот, большой прослойкой, специально для бега одевать, чтобы ноги не натирать. Спасибо. Спасибо. И тоже представьте, ну, хорошо, давайте вот эту ситуацию представим так немножко уже, я просто вам конкретно объяснила, вот, из-за того, что я знаю из ее семинара, я просто представила такую ситуацию, и немножко так вот уже вам рассказала, знаете, как вот, по типу экзампу. Ну, теперь давайте представим эту ситуацию немножко на другом свете, ну, так что вот, вам по поводу вот этого миллиардера, вот эти сигары, миллиардер, захочется вам слушать, чтобы там тоже ногу там натерли, там, и у вас какие-то там, типа, туфля, понимаете, вот там что-то там такое с туфлей, вот это вот. Представьте, у кого хочет приехать, вот, а вы ему такая, вот, а там вчера, там, лекция ногу натерла, сейчас вот пластырем заклею, вообще такая, не знаю, там, вот, не знаю, вот, надо вот это каблуки надеть, а как-то вот это нога, понимаете, вот это вот. А вы ему, понимаете, он позвонил, а вы ему вот это вот, выливаете на него, у него там, у самого куча, куча вопросов, понимаете, какие-то там инвесторы, куда вложить деньги, там, вот это вот, какие-то там эти бизнес-партнеры, понимаете, он позвонил, он хочет слушать позитив, или вам говорить, ох, я сегодня такая отожгла, просто вот это вот. Я такая была сегодня в ударе, в этих кроссовках, отдела мои эти кроссовки, ох, замотивировала, такая была на мотивации, как готова покорить билет. Они там так замотивировали, что еще купили там у меня вот эту йогу, и вот эти вот, я еще тут, еще 300 баксов заработала, уже билеты купили, уже раскупили на моей мотивации. Потому что, вот, когда вы ему говорите, он сразу так и наматывается, по сознанию мужчина наматывается. Так, если вы будете его грузить ногой, там, вот эту проблему, он подумает, блин, а он думает, ехать к вам или нет, понимаете, это романтика, а он такой думает, вот поехать, там, машина, охрана, вот это все, вот это вот, вот это вот вся, вот эта феерия, вот это вот ехать или нет, понимаете? А вы ему, кстати, с какой-то фигней, он подумает, ну, и чего я поеду, вот это вот, и чего я поеду, она там будет этой ногой ковылять, понимаете, что она стерла вот это, вешать вот это вот. Лучше я когда-нибудь там за потом, ну, вы поняли, да, ну, в общем, как-то, в общем, наверное, нужно отложить, потому что, ну, в общем, как-то вот это. Ну, это значит, что, понимаете, он, например, как с подарками и вообще вот это вот все, ну, вы поняли, да, какие-то вот эти подарки, вот это вот, вот это. Или он такой слышит, понимаете, я такая готовая покоритель Эверест, я тут замотивировала в этих кроссовках, кроссовки шикарные, там это йога, спиртил, йога, а не вот это, еще денег заработала. И они думают, вот это энергия, вот это прет энергия. Это я приеду, это я тоже замотивируюсь. Понимаете, это значит там вот это вот такой там интим хороший вот это. И он сразу все готовит, все готовит, все готовит, все едет. Так что вот это. Там закажите цветы, там подарочки закажите, он сразу своим вот этим там, быть, помощником. Думает, вот это, что, там мне нужна энергия, понимаете, берет, вот это, провести время, чтобы такое вот это не сказали. Вы чувствуете разницу? Сатяна Салмановна импровизирует. Сатяна Салмановна мастер импровизации. Я просто, нет, я просто прикинула, понимаете, я эту ситуацию прикинула на такое вот, какое-то вот это вот. А в принципе-то, в принципе, можно и так было сказать, и так сказать. Когда приехал, вообще разбили все, там вот это вот, ну там, наверное, шикардос, там все эти, эти семизвездочные отели, короче, босикомого, встречаете, я уже такая в этом танце, танцы живота, а не босикомого. Я надела уже такой костюмчик по тантра йоге, танцами с живота, уже кроссовки уже тоже, как бы, не в кроссовках. Знаете, чтобы, понимаете, она хотела что, одеть, одеть, почему она одевает каблуки, чтобы выглядеть, чтобы фигура была более красивая, понимаете, вот это вот, чтобы фигура, и вообще, знаете, так это, попа, вообще все, знаете, все выглядеть на каблуках, по-другому женщина выглядит, ну и себя чувствует. Так что вот, поэтому не звоните, все, дорогая, я еду. Она такая думает, а что, туфли не одеть, кроссовки, а чтобы кроссовки будут встречать. Вот. И она такая быстренько вот этому отелю, говорит, быстренько несите здесь, да, танцы для танцев живота, быстренько поруляйте здесь, все, это вот эти вот лепестками роз, тут, короче, вот эти, вот как говорится, все эти ароматы, у нас будет это вечер, вечер будет танцев живота, быстрее, короче, давайте, быстрее несите, все. За его счет, а что ты ему пошлите? И такой костюмчик, вы поняли, да, для танцев живота она уже оделась, а эти костюмы такие, знаете, чуть-чуть привлекательные, такой вот этот вот топ, это такая юбочка, эти трусики, это такое, такая накидочка, такие на волосы, такие штучки, и босиком, вы поняли, да? И все, никаких тупель не надо, в этом костюмчике танцев живота очень женщина аппетитно выглядит, и можно босиком встречать, но не нужно ни туфель, ни, короче, ни кроссовок. Это как выйти из ситуации, он такой уже приезжает, он такой приезжает, а вы такая вся вот эта вот в этих потоках, понимаете, по школе очарования, здесь нужно еще посмотреть школу очарования, вот эту замечательную женщину, которая учит, прежде чем открытым удивить, поскольку он приехал, если он миллиардер, он в этом бизнесе, знаете, он почти в огне, приехал, это такой весь в этом бизнесе, вот там деловые партнеры, вот да, да, ты перезвонил, другая линия, у меня другая линия, что там, да, эти какие-то банки, да, я же вам-то послал, у меня там помощник, он же подъехал, вот это, да, другая линия, вот это, какие там акции, вот это там, да, вырос, да, он шел, он такой, в этом, понимаете, лимузине, и вот там все загружают, да, договор-то, когда там, через два дня, там, куда там вылетать, туда вылетать, там уже билеты заказаны, понимаете, он такой весь загруженный, понимаете, вот это миллиардер вот этими вопросами, бизнес, я не знаю там, бизнес, а что, у него какие-то какие-то, у него там всякие бизнес-договора там, доншоунсы, но я так на скидку немножко так немножко шутит так что вот понимаете это на колени это алине там будет там еще что там каждый решает понимаете может конечно это все как-то может быть к нему на никто не любит сами как-то немножко чтобы там держать руку на пульсе на пульсе всего контролировать я даже не знаю немножко это может и более расслабленной конечно ну понимаете он вот это вот и он в этих вопросах вопросов и там счет у него какие-то еще неприятности он из такой вот эти вот обычно они такие они этих миллиардеров я ни одного не встречала чтобы они были знаете вот это по типу я там знаете как люди по это или знаете он не выйдет не в романтических вот этих каких-то течениях там эти течения бизнеса немножко другие мы об этом будем потом еще говорить с вами понимаете он в этих энергиях в этих энергиях огненных энергиях и по школе очарования понимаете до того как вы открыть ему дверь она должна быть в этих водном и водном оргазме она должна открыть ему дверь и на него так посмотреть да еще вот в этом костюмчике чтобы он забыл все эти проблемы тогда он такой входит туда вы поняли да вот такой входит и думает вот это да вот это дал кажется не цветами с подарками понимаете и он такой ведь вот этот вот ну что я не знаю дальше придумайте что-то все придумывать вот это подарки а потом этому зайдем между делом может что-нибудь такое сказать по поводу ну да у меня там следующие какие-то там семинары вступление там еще что-то в общем реклама немножко надо ну понимаете реклама стоит денег вот между прочим так что вот ну или что-нибудь такое ну я не знаю что там в общем ну подробности там мы я уже могу откуда я знаю где-то при меня на скидку вот это вот и и и и и Я сама изучаю тантру, тантра, йогу, тоже будем с вами в рамках моего, от вас, моей творческой студии позитивного мышления, силы, позитивной мысли, мы с вами будем еще изучать. Я тоже много читала, смотрела, это все очень удивительно, у меня такое чувство, что, знаете, там много пишут, об этом много говорят, ну как это на практике сделать, это в принципе, не знаю, может там единицы посвященные, или там, которые там практикуют много-много лет, а так на самом деле, просто какая-то фантастика из области какого-то, из чего-то там такого. Ну, а болит предположить, ну я не болит, а в общем, вот эти такие фразы, ну какие-то такие боли такие. фразы, из их процветания, выписать надо, и вставлять в мои вот эти вот семинары, вебинары, много вот этих вот позитивных фраз, которые я уже читала, там и мать книги я там написала, там еще больше, как-то расширить, и смотреть, что пойдет, подойдет, вот сейчас, чтобы сказать, чтобы расширить свой такой взгляд, вот здесь вот из их процветания, более феерических каких-то, вот здесь вот. Пока бокал заварил, это была такая интересная, надо было сразу уговорить, интересные мысли. А, вот, мысли какая-то. Здесь даже если не вяще специалистом по йоге, по дантра йоге, здесь можно почитать и что-то такое, какие-то такие знания, просто рассказать, понимаете? А у мужчин же в этом плане такое наверняка хорошее воображение. Если ему что-то такое по сути интересное рассказать, про тантру, про тантра йогу, это у меня занавесочка. Она немножко закрылась, занавеска немножко прикрылась. Сейчас я открою. Прикрыла ветерок. Этот ветерок. Ну давайте, я это открою. Ветер будет. Когда, знаете, быть вот такой немножко в теме по этому делу, вот, я так думаю, что если такое вот что-то владеть такими-то знаниями, в общем, как-то рассказывать, я думаю, что мужское такое вот это воображение. Знаете, даже если особо, может быть, только в начале, или как-то хочешь этим заняться, вообще просто изучаешь, то есть может быть такое, ну все, конечно, тоже разные. Я так как на скидку думаю, так вот, я знаю, как-нибудь, ну, не во всех, как говорят, не сто процентов, может быть, случаев, а так, мужчина, знаете, вот это вот, что такое рассказать, и он, знаете, что-нибудь такое вообразит по поводу этой тантра йоги. Вот, и вообще тантры, вот, а поскольку он это вообразит каким-то образом, это может быть даже и в каком-то смысле и сработает. Ну вы поняли, да? Это моя такая вот догадка, знаете, у нас уже лекция, это будет, кстати, у меня уже 45 минут, это в записи, это будет какой-нибудь одной из следующих передач. Мои такие, ноу-хау, с вами делюсь секретами. Так что вот, Татьяна Салмановна, я же вам там нарвала эту рекламу. Уроки соблазнения. Татьяна Салмановна, мак, тум сайта, вы что думали, чем я тут занимаюсь? Я же вам отдавала там, сказала, в одной из каких-то этих передач. А что я вам рассказала, что они уроки? Ну не то, что мне надо говорить, что соблазнение, знаете, все думают, ах, соблазнение, ну вы поняли, да? То есть вот это вот, или вот так рассказать, или вот как-то вот так, ну вы смотрите мою эту запись, вот. Это не то, что как-то, знаете, его вот это соблазнять, соблазнять. Это вот, чтобы получился такой феерический, взаимный, шикарный вечер любви. Так что вот, можно как-то по-другому назвать. Ах, если бы Татьяна Салмановна еще помыла под душем, накрасила, вот эти себе, мне кажется, навести этот марафет. В общем, конечно, это волосы подкрасить надо, косметику, вот это все. Конечно, знаете, вот это вот, ну, посмотрите мои такие видео, такая там, все-таки улыбаюсь, такая все, ах, я такая, если бы я вошла в это состояние, такая, нестеленная такая. Но для этого мне нужно вот это вот вдохновиться, я же говорю там, вот этими деньгами, вот этими вдохновляют, нужно вдохновиться вот этими касатушками машинами, чем-таки вдохновиться. Я вам еще, знаете, вот это выдала по йоге, по тантру йоге. А так, конечно, ну, я там крупный план, потому что ты покажешь, показывала. Здесь нужно, и душ нужно применять, тогда, в общем, и в общем, как-то нужно, в общем, вы поняли, да? Макияжи и все, и в общем, ну, как-то, ну, я же еще сказала, я же сказала, что я... После завтрака у меня еще была сиеста, я спать легла, потом сразу встала, в общем, это, как сумочка отделала, мусор вынесла, приготовила себе такой вот этот вот ланчи-бранчи, автоланчи, в общем, это пати, в общем, как-то вот это. А если бы я, конечно, себя вот этот вот этот душ приводил в порядок, макияж, знаете, а потом мне начали и покушать, думаю, вот это вообще, в принципе, хозяйственные вопросы у меня, у меня аж на поверхности дня. Воду должны сходить, через два дня должны отключить, тело два дня не будет с воды. А у меня полы я даже начала мыть, у меня еще мебель двигать, полы мыть, посуда у меня тоже грязная. Если у тебя покушала, вы знаете, я такая в гранд-ресторанте, я же, знаете, сразу не люблю мыть по этому тарелку. В общем, я по-королевски поела, туда поставила. Вот они у меня стоят, эти тарелки. Ну, не то, что там стоят-стоят, вчерашние вымытые, а сегодняшние вот сковородка, вот я яичницу жарила, вот это завтрак, вот это вот, это все стоит у меня. Так что вот, по-королевски. Татьяна Салмана любит по-королевски. А потом откуда взять этот денег? 100 тысяч долларов, чтобы поехать на Бали, учиться в школу очарования. Ну, конечно, кто-то сам богат, кто-то сам разбогател. Если вы сами богаты, процветающие, там у вас миллионы, миллиарды, я на вас только очень рада. Вот. Ну, не все имеют такие возможности. Ну, в такой ситуации, можно сказать, да, вот здесь такая школа очарования, Бали, вот это вот, ретриты, частные ретриты, 100 тысяч, 100 тысяч долларов, 100 тысяч? Не, какие 100 тысяч долларов? А, 100 тысяч? Ну, да, почему там, ну, посмотрим, да, что там дорого, да, 100 тысяч? Там тоже могут задать вопрос, что такие деньги, 100 тысяч, так что вот. Ну, вот, как сказать, я же не наличкой прошу, я же прошу не наличкой, пожалуйста, вот там сайт, веб-сайт, там нужно-то позвонить, узнать, потребуют какие-то гарантии, что вот это вот там же без налога, ну, как там, банковские карты, перечисляют, оплатить. Я такая уже буду, вот там тоже учиться, уже буду изучать, такая вся в этих оргазмических потоках, вы поняли, да? Откуда взять деньги? Ну, что, мандаринка. А с чего все начиналось, понимаете? А если вот это начать говорить про эту ногу стерцую, про какую-то фигню, то он все считает, что он вообще уже не приехал. Ну, да, делами вопросами занимается, он не приехал, вот и представьте, что можно потерять из-за негативного мышления. А тут он еще расщедрится, и будете в этом семидесячном отеле, еще так, типа, потом он ушел, каучи, все каучи, массажисты, короче, акупунктурщики, вот эта каупунктура, эти точки, эти углы укалывания, каучи, все туда бегите, все туда бегите, короче, массажируйте мне ноги, вообще эти тайские массажи, и вообще, чтобы я завтра же была на этих каблуках, короче, такте, знаете, у тебя каупунктура есть, это же официальная наука, люди владеют. Понимаете? Иглу укалывания, эти, как говорится, точки, ну, знают, куда там что, вы поняли, да? Эти массажи, и все, а так у вас, да, да, тут сразу он уехал, короче, ну, если там у вас уже такое, как-то, вот эти все, как-то, эти семидесячные кадры, у них все есть, знаете, что они там там закажут? Вот, сразу все бегите туда, массажируйте эти ноги, акупунктуру, чтобы я завтра была на каблуках, ну, и все, короче, так что вот, и все вопросы решились. И еще на это, на бале, на ретриты, подарки, цветы, позитивное настроение, так что вот. Поэтому не надо, как там в книжках пишут, не надо наступать на эту травинку, от которой может измениться вообще в будущем очень многое. Так что вот. Просто в этих книгах не пишут так поэтически, как Татьяна Салмановна говорит. Татьяна Салмановна еще сценарист, знаете, где-то, сценарист, режиссер, понимаете, книжки пишу. У меня, я автор книги «Тайная психология веникс. Где-то богатство и процветание». У меня огромное количество видео заснято, 20 тысяч видео, я сама пишу сценарий, сама тебя заснимаю. Вот, потом Пелевина, Пелевина еще пока не читала, ну, в общем, как-то вот это вот. Пелевина. А может быть, конечно, это не будет так феерическим, как я рассказала. Вот, ну, где же найти таких миллиардеров, понимаете, во-первых, где найти таких миллионеров-миллиардеров, потом, может быть, это не будет так феерически. Вот. Может быть, что-то будет более как-то вот это. Ну, зато, кстати, как красиво звучит, я, знаете, так вот красиво сказала. Вот этим можно как-то, знаете, впечатлиться, послушать и как-то, знаете, более в каком-то таком варианте. Ну, правда, знаете, тогда сама она никогда не теряется, если мне сказали, знаете, вот, кому-нибудь, знаете, вот, сказать, да, ну, вот, какой ты дом хочешь. Ты вот выбрала дом, там еще что-то. Посмотри, конечно, кому-то, знаете, вот, открывать, знаете, вот, я хочу переехать, знаете, в дом, жить в дом. Вот. То есть, знаете, у меня вот такая планка, знаете, не буду говорить, ну, вот, она просто вот присмотрела, там, вот это непонятное. Я сразу могу сказать, знаете, на такой вопрос сразу могу ответить. Да, присмотрела замок, хочу жить в замке. Да, нужно финансирование, конечно. Ну, да. Или самый дорогой. Знаете, какому-то было просто там присмотрела дом, я сказала, Салмана, как делать? Очень просто. Она сразу смотрит Хаммера, она говорит, ну, да, я уже присмотрела, и Хаммер присмотрела. Две минуты, две минуты, сейчас прям всюду хожу. Смотрю, там, кто Хаммер продает. Самый дорогой Хаммер, этот аж один, за 10 миллионов рублей. И самый дорогой дом, который у меня есть на маркете. Так что вот. Да, говорю, конечно, присмотрела. Вот этот вот Хаммер, этот дом самый дорогой, который там вот на маркете есть, я уже его выбрала, короче. Все, короче. Я даже думаю, я бы такому принципу квартиру покупала, мы спели когда. Я решила, что как-то сокровие сделаю, у меня будет квартира. Я так и сделала, я сходила на выставку, эти журналы, открыла самую дорогую петербургскую недвижимость, посмотрела, самый элитный дом в центре. Самый элитный дом в центре, понимаете, у расстраивших колонн должен был еще построиться. Так что вот. Думаю, центр, стрелка Васильевского. Я даже не поехала смотреть. Пыри у меня спросил, ты выбрала квартиру, где мы будем покупать? Я бы, конечно, выбрала. Конечно, выбрала. Будем в центре, будем жить в центре. Что там? Так что вот. Конечно, я была намного моложе, мне было 33. Он сразу, когда я же ему говорила, Толик, когда сразу приехал, где сюда, в Петербург, он говорит, да, достопримечательность, куда мы с тобой поедем. Я думаю, надо ближе уже быть к серьезности. Думаю, я еще, я сколько лет уже потратила, ищу себе мужа для серьезных отношений. А они там все и там это погуляют, или знают. Ну, конечно, рестораны тоже хорошо. Кафе там, это посмотреть, пригорода, эрмитаж. Уже думаю, он уже 30 лет. Так что вот. Он тоже говорит, да, там есть культурная программа. Он мне говорит, у нас будет культурная программа? игру конечно будет культурная программа все на такси в центр сразу там где регистрируют эти браки с иностранцами сразу за так что он даже не знал как и пришли а там шикарное здание другу по пусть посмотрит он так улыбался такие вошли оттуда свадьбы свадьбы выходит за эти женихи с невестами эти цвета очень шикарно вот это вот он так заулыбался когда это что я думаю это загс здесь регистрируют браки так что вот так что шалить не надо а потом я помню мы с ним поехали где документы нужно подавать они просто так это мы посмотрели теперь нужно срочно узнать где здесь подавать документы чтобы зарегистрировать брак с иностранцами потому что будем регистрировать брак здесь потому что мама у меня тамара петровна явно в америку не полетит а мама должна у меня быть на свадьбе это как минимум все остальные конечно как говорится они могли бы обойтись понимаете без моей свадьбы свадьбы конечно я хотела бы чтобы мама конечно присутствовала моя тамара петровна на свадьбе вот поэтому я сразу решила что как говорится на свадьбу у нас будет и как бизнес леди я сразу сказала теперь нужно выяснить вопрос где нужно подавать документы чтобы зарегистрировать брак с иностранцем а это другой офис это другое там это другое место нужно ехать и там была женщина так что вот и мы когда приехали вместе с Пэри поинтересоваться я говорю вот да вот это нам меня интересует какие здесь правила и вообще как это делается какие за акции потому что я была не в курсе показала а я еще была с тем моим паспортом который у меня был выдан в мои 16 да потом была поклеена фотография 25 я помню это тетенька я никогда таких лиц честно говоря никто такой паспорт не рассматривал когда женщина она посмотрела на меня она посмотрела в мой паспорт как я выглядела в 16 лет я думала она упадет в оборот с большим трудом с большим трудом только обладая гармонизировать пространство по системе гейши а гейши это богини не больше не меньше пришлось гармонизировать пространство чтобы эта женщина не упала в оборот посмотрев на эту фотографию потом посмотрев на меня она такая говорит это вы я говорю да да я просто с возрастом хорошею и молодею сказала я потом она переписнула на 25 лет она подумала ну да в 25 я такая была брюнеткой но уже намного лучше чем 16 но если эта женщина смотрит мои видео если она посмотрит вот это видео которое здесь самое шикарное почти на три часа когда я засняла здесь вот в моей комнате знаете в моей квартире где там около белка меня все там тоже загружают супер шикарно как населенная если эта женщина посмотрит это видео и узнает что это я она подумает ну это вообще потому что правда была в шоке понимаете от той фотографии я думаю нет точно нужно как-то паспорт менять потому что чтобы не валить людей в этот шок какой-то так что вот а ей сказал что на вот некоторые люди а у них это внутреннее отражается на внешнем это гармонизация отражается на красоте ну вот ну а что как говорится вы поняли да ну может кто не видела я помню посмотрел если она увидит вот это вот видео как я там выгляжу как у нас вселенная она будет думать но это я даже не знаю как я в общем вы поняли да как я нужно будет гармонизировать она скажет ну в общем как там эти подобрать петербург все и петербург а я и хочу сказать победили там и петербург я написал вот это вот ну так вот вы понимаете какая работа ну да какая была в 16 какая почти в 49 вот эти все эпитеты про кого написано так что вот отвлекаться мы не будем а как вы думали только лет она сеансы коноваловой вообще в общем как то вот это стукарей занимается позитивным мышлением ну надо отменить как говорится ладно не буду кстати я уже говорила а прилетиме поэтому знаете некоторые когда вот это так как быть такой же и так далее так вот нужно начинать понимаете это извлека заниматься собой и позитивным мышлением и конечно знаете вот вот большой опыт с чего все это начиналось книжки травинки и какие-то позитивные там и даже в библиотеке там мои 24 года брала книжки там читать о позитиве там до психология в общем это вот и вообще конечно года года сеансов и сердечка на баллах я уже говорю там специально дайте ему там и проповеди и такое очень много много в общем всего так что вы уже смотрите кто смотрит то интересуется моим творчеством вот это как говорится наталья борисовна правдина это ежедневный каждодневный труд над собой труд над собой протяженностью протяженностью вот и считайте там с 20 ну скажем грубо говоря там ну в общем как там сколько это лет и то чтобы так вот выглядеть это нужно вдохновляться себя наполнять энергиями понимать энергиями любви этого процветания нужно вот тебя как бы вот это вот работает с вами с чакрами энергиями что еще вам покажите за крупным планом на самом деле здесь нужно понимаете нужны меня нужно мне богатеть на это нужно в общем конечно нужны в общем как там поэтому я изучаю изучаю как быть процветающей здесь нужны здесь как у куда как не глянь нужны конечно деньги большие деньги чтобы так выглядеть а также что мы покажем тебя крупным планом конечно здесь немножко в общем это ну я тоже не знаю по поводу артистов знаете как эти артисты знаете вот это вот себя вот это и как-то вот выступить и быть вот такой вот это выступить да вы знаете как-то какая вся вот такая вот голливудов выступить чтобы выглядеть так каждодневно и каждоминутно здесь нужны еще больше нужно работать над собой больше энергии больше вложений больше денег вот так что вот поэтому я изучаю изучаю читаем книжки учитаю книжки из моей библиотеки позитивного мышления изучаю искусство жизни смежные науки а вообще как я у тебя тут выступила также примерно например ну не так вот группа конечно когда выступила когда в этом ресторане били граунда это один мужчина например там про позитивное мышление про этого джон джон рокфейлера рассказывала такая была вся знаете такая все на позитиве такая позитивная такая в этих такая прямо это все увлеченное я помню что на следующий день я себя чувствовал знаете такой какой-то знаете какой-то опустошенный там еще что-то знаете как это говорят куда тот отдать энергию понимаете как-то вот это вот я чувствую что я отдала энергию даже так что вот но замены даже не услышала спасибо вот как парень сказал этот мужчина вообще перечиски изменился там похудел у него жить не изменилось в общем и мне потом рассказывал ты помнишь что с ним разговаривала ну я вот даже и в общем вашу бы не узнала вот так что вот это наверное знаете вот этот вот тот самый коучинг о котором говорит знаете тони роббинс из-за которого он берет огромные деньги вот и восполняет саму свою энергию то что он отдал он большими деньгами восполнил и все и на следующий день он нормально там замки лимузины шикарная еда вертолеты самолеты куда мы с тобой дорогая с женой на вертолете на уикенд романтик вы поняли да вот в чем разница а мне мужчина даже спасибо да не позвонил спасибо он даже не сказал вот что значит если хочешь там бесплатно понимаете вот бесплатный и бесплатно и знаете какая потом это опустошенность и снова восполняй энергию сама так что сидит такая грустно это такая печальная такая знаете вот это вот энергетический такая опустошенная и работа над собой опять так что вот в выполнении понимать а тот они сразу платят деньги он там с чеком вот это вот он коучинг понять коучинг за большие деньги и то я не знаю какие там результаты у тони розенца спросите нужно сказать там президентов он консультировал и общем что там даже нашел горбачева консультировал еще там что-то очень не просто так просто так ходить к нему никто не будет и когда он огромные деньгами и начали он сразу в книжках он его об этом говорит в книжках пишет что не надо заниматься если даже это бесплатно это особо не приносит польза это когда чеку заплатил это будет только что это обязательно обладаешь такими талантами обязательно нужно брать деньги вот это вообще бесполезная если в принципе если это это знаете если бесплатно вот то есть просто потерял время свою энергию понимаете это все как говорится так что а потом и думаю вот у меня завтра чем показывала завтра мне нужно платить это восьмое число будет пятьсот пятьдесят рублей банк у тинькофф что я говорила кредитная карта не бейте у меня 7000 рублей банк тинькофф пятьсот пятьдесят рубри нужно заплатить Хотя тот человек, знаете, вот так вот мне Перри сказал, я же тоже точно не знаю, я же потом с этим мужчиной не разговаривала, но Перри мне так сказал. Он может сослаться на любые другие обстоятельства, если, например, даже говорит, что, ну, вы знаете, вот это, он может сослаться на любые обстоятельства, говорит, что он там сам, он там кому-то другому, и вообще это все произошло, у него так это, ну, так произошло, у него судьба такая, он такой удачливый, счастливый, причем тут мы, вы поняли, да? Так что это вопрос такой вот очень, такой вот. Так сложилась судьба, так ему повезло, может быть, он там какие-то еще книжечки там, может быть, он там чем-то таким там, то есть и все. Ну, он может сказать, что, ну, в общем, как-то вот это, где определенные доказательства, что это связано с вами. Давайте по фактам. Дотяна сказала, мама, да вы же юрист, правильно? Потом мы могут сказать, что, давайте, особенно в Америке, ну, вы же юрист, давайте по фактам. Вы что скажете, хотите денег, да? А просто так мы деньги не раздаем. У вас есть какие-нибудь факты, доказательства, что это связано с вами? Тогда вы их заложите, и мы рассмотрим. Поэтому Татьяна Салмановна вот дверку с фото заклопывает, моя входная дверь, а собственник квартиры, и говорит им, знаете, вот это вот, скажите, гудбай, короче. Так дверку заклопывает, и говорит, гудбай. Так что вот. Потом, потому что у меня уже большой, потом, говорит, что и правду, ждут факты, изложите факты, вот это, то есть есть факты, вот это, ты же юрист. А так что мы просто поговорили, ну, просто о позитиве, ну, поговорили и хорошо. Книжку, да, пишите книжку, Пелевин, все великолепно. Пелевин, книжка, там, позитив, Наталья Правдина, наполнится позитивом, посмотреть позитивные видео, позитивное мышление, все великолепно, все великолепно. Так что. И те, кто знает, знали, вы нас-то прибавьте, а вы вот это, вот можно вам там, вот это, даже не знаю, как вам сказать, на халявку там вот это, влезть, а потом вот так вот и сказать. Ой, а мы-то чего-то, как-то, ну, ладно, не буду, давайте на позитив, не будем не будем какие-то там вот не надо давай давайте на этом в общем на позитиве не будем к негативу возвращаться не будем какие-то негативные к пелевину книжки пелевина время как это время время деньги в принципе на самом деле вот еще книжечку пелевина нужно послушать в этом открытом доступе на ю тубе так что вот это холодильничка поставлю ну и вам конечно себя крупным планом хочу не показать я покажу покажу себя крупным планом да да кто это мы даже как-то и не поняли а кто это мы как-то не совсем даже как-то и поняли это вы да так что вода это я такая супер позитивная звезда даже замечать на этот душ прямую душ прямую узнать такая просто знает какая вот эта вот вся на полность ими энергиям просто как не селена а потом знаете в течение вот этого дня там вот это ты смотришь на себя посмотришь как-то вот так это энергетика это чанка энергетика это в общем энергия так что так что вот и такие дела это отдельная отдельная тема разговор уборочка из у меня куча уборочки как говорит наталья правдина нужно обогатеть время деньги чтобы нанимать людей которые будут помогать убираться вы поняли да наталья правдина уже давно так понимаю сама не убирает свои дома квартиры зачем она ее время дорого стоит время натальи правдиной дорого стоит зачем ей самой убираться в ее этих квартирах домах она лучше будет преподавать коучинг преподавать ездить по миру преподавать фэн-шуй так что вот зарабатывать деньги ну и делегировать уборку хозяйства другим людям которым она заплатит так что вот такая шикарная погода просто шикарная погода на улице зачем же самой убираться мне нужно там балкон мыть вообще тут много всего по хозяйству если есть деньги заработать много денег и уже как говорится чем там писать книги преподавать вот больше времени тратить на свое обучение на творческую студию позитивного мышления силы позитивной мысли такие вот дела с вами это моя программа в творческой студии позитивного мышления силы позитивной мысли с вами татьяна салмановна мактум с альфутин хорошо ну как ну так в